Моя мини-мечта сегодня исполнится Сразу видно, кто здесь кормящая мать Съездили с Андресом в реанимацию Морально пока что не готова Как будто бы выходить из этой своей зоны комфорта Я все равно злюсь, потому что это, блин, человеческий фактор Нужно будет что-то делать Нужно будет с ним играть Мне хочется пойти посмотреть, где они, что они, как они Такая стая, я кому-нибудь пригожусь Доброе утро Я оставила Андреса будить папу Сама пришла на кухню допивать чай У нас сегодня должна была случиться поездка Но я все передумала Мы даже не ставили будильники, потому что Андрес обычно очень рано встает И будильники не нужны Сегодня первый день, когда он решил проспать так долго Сейчас время 9.15, он проснулся 5 минут, 10 минут назад Минут 5, 10 пятого Он решил проспать так долго, что даже я уже проснулась Я обычно доспала на самом деле Но я понимала, что нам выезжать, собираться И мне надо немножко приводить себя в порядок потихонечку Я подписана на клуб мамочек И там проводятся разные мероприятия И вот сегодня там проводится офлайн-встреча в Москве И я хотела поехать, но проснулась и поняла, что я не готова Морально пока что не готова Как будто бы выходить из этой своей зоны комфорта Тут как будто бы большей части не страх выходить из зоны комфорта А вот именно нежелание пока что там знакомиться, общаться Вот это вот все Решила, что сегодня мы не поедем туда Но съездим в центр Погуляем Я давно хотела кое-куда съездить С сыном Прям моя мини-мечта сегодня исполнится Пупсик сегодня впервые за долгое время Решил дать нам выспаться И я прям не могу сказать, наверное, что я выспалась Или могу Но я просыпалась Я думала, все В 7 утра, в 6 утра, в 8 утра Каждый раз я думала, что все, мы сейчас встаем Нужно будет что-то делать Нужно будет с ним играть И я даю ему грудь, кормлю его И он засыпает И это было такое чудесное чувство Он вырубался, и я врубалась вместе с ним Пойдем бампер сменять Пойдем скорее бампер сменять Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, как тебе поездка с маленьким ребенком? В общем, мы заказали такси Мы хотели заказать детское с детским креслом-люлькой Потому что не хотели обрать свою люльку И похоже, у нас здесь, где мы живем, в принципе нет таксистов с люлькой Именно вот с детской до года Поэтому мы взяли свою люльку Вызвали комфорт плюс И нас отказались везти В принципе, я понимаю, что они имели право отказаться нас везти Потому что мы не указали, что это детский тариф Но мы хотели поехать в комфорте И при этом у нас есть своя люлька То есть ему ничего, в принципе, делать не надо И я все равно злюсь, потому что это, блин, человеческий фактор Но кое-что после сложившейся ситуации Все-таки смогло поднять мне настроение А именно повышенный кэшбэк за поездку на такси Ежемесячно я получаю кэшбэк до 15% в 4 категориях из 7 предложенных А категория такси, кстати, одна из моих любимых Дебетовая карта с кэшбэком и ежемесячным доходом на остаток Тинькофф Блэк Позволяет зарабатывать реальные рубли с каждой покупки Сейчас в Тинькофф проходит акция Закажи карту и получи кэшбэк 1000 рублей за отрату от 3000 рублей А чтобы участвовать в акции, закажи карту прямо сейчас по ссылке в описании Только после того, как я немного поела, я вспомнила, что я сегодня снимаю влог Сразу видно, кто здесь кормящая мать А кто счастливая женщина Обзор на комнату матери ребенка Вот ребенок, вот мать Вот такой стулочек Хороший стульевый для переодевания, перенальник Мы уже покушали Сейчас будем переодеваться в ней в памперс Ну как тебе? Как тебе эти 5 минут без ребенка? Мне тоже Меня трясет уже все Мне хочется пойти посмотреть, где они, что они, как они Не проснулся ли он? Ищем сына А я работала здесь летом Когда мы только познакомились Я поехала сюда работать Здесь, по-моему, была моя последняя смена Аскером А мы проснулись и начали плакать Лешка себе Что-то меня разбудило И мне это не понравилось А мы ждем такси домой Потому что Бублик уже устал гулять Да, Бублик Ты устал гулять, да как папа Как папа устал, так Бублик тоже сразу устал Субтитры сделал DimaTorzok Я стесняюсь вот тех вот моих молодых парней Прикиньте Вот так вот Взрослая женщина С маленьким ребенком Короче Мы вышли уже гулять У Андреса уже первые дни на сон И мы вышли А на улице снег Прям снег Он прям падает Я хотела рассказать тебе И как раз решила рассказать на видео Я же состою в клубе для мамочек И там есть чатики для общения Один из чатиков называется чатик Типа поддержки Срочная поддержка Я вот туда писала недавно Когда Себя очень плохо чувствовала И сегодня я проснулась И я случайно увидела Короче Что там кто-то что-то пишет Про реанимацию Мне стало любопытно И там девушка Рассказала о том Что у нее дочь Ночью Упала с кровати Со своей С кроватки Я не помню В общем И она вот Ване в реанимации Сейчас буквально Это было за минут 20 До того, как я прочитала А вот переживаю Типа пожалуйста Поделите своим опытом Я не могу перестать себя винить И я такая Наконец-то Я кому-нибудь пригожусь Я как рассказала Про наш опыт У нас Андрес Тоже падал Недавно с кроватки Это был просто кошмар Стас болел И мы спали В другой комнате С Андресом Я спала на полу На всевозможных Одеялках Андрес спал С своей кроватки Я не стала ставить бортик От этой кроватки Она снимается сбоку Я знала Что Андрес скоро проснется Захочет кушать И мне будет проще его взять И села прям рядом с кроваткой Я понимаю, что ребенок спит Он когда спит В принципе-то особо не дергается Не шевелится И я спокойно сидела Спиной к кроватке И переписывалась со Стасом И слышу сзади себя За спиной просто Бабах Я поворачиваюсь Сын плачет Орет Я настолько перепугалась Что я даже не помню Упал он лбом Или затылком У меня потом врачи спрашивали А я даже ответить не могла Потому что я так перепугалась Сразу его схватила на руки Это был просто кошмар Мы от испугу вызвали врача Точнее скорую помощь Съездили с Андресом в реанимацию Все в итоге хорошо Никаких у нас сотрясений нет Но я это хотела рассказать к тому Что практически у каждой мамочки Падает ребенок Хоть раз Но падает Вот такой маленький У нас это было Когда ему было 4 месяца Мне кажется Что такое случается с каждым И не нужно себя Потом так долго корить и винить Потому что такое бывает Вот И этого не избежать Я когда он упал сначала Вообще не плакала Я так нервничала Что у меня даже слезинки не было Но как только я увидела его смех То что он успокоился И начал улыбаться Я начала просто реветь Потому что, ну, выплеск эмоций Понимание, что я в этом виновата Что я не закрыла абортик Что я спиной сидела Такое бывает И нужно к этому, мне кажется Относиться попроще Ну и, естественно, быть понимательнее Просто в следующий раз Давай на Чичико Кто идет? Ну, Цюфа По-мужски, если По-мужски? Чичичичо Чичико Ты что, не знаешь Что такое Чичико? По-японски, что ли? Не знаю Это с детства 2-2 Подожди, реально 2-2? Да, реально 2-2 Я доказала, что 2-2 Ты слоял на том, что я отвлекаюсь на камеру Если бы ты снимал, ты бы проиграл Как ты посуду мыл? Как ты лоток убирал? Как ты убирался? Я не снимаю А то, как ты играешь, я снимаю Родители отдыхают И у них, по-моему, у них походу нету бежевого цвета Поэтому всегда бежевые тортики вот такие приезжают Бежевые тортики вот так Субтитры создавал DimaTorzok